Открывать новые социальные объекты 7 ноября в Беларуси стало доброй традицией. Бобруйск не остался в стороне. В этом году руководство города сделало акцент на здоровье жителей. В канун праздника очередную красную ленту перерезали в анкодиспансере. Здесь появился современный аппарат «Маммаскан». Подобная техника в учреждении здравоохранения уже есть, но у нового цифрового маммографа свои преимущества. Снижена лучевая нагрузка и ускорен процесс приема пациентов. А еще у врачей появилась возможность проводить больше скрининговых и диагностических исследований. Доступно на женскому населению критерии от 50 до 70 лет, потому что вероятность рака молочной железы в этом возрасте возрастает. Поэтому те люди, которые более вероятно выявить у них эту заболеваемость, для молодых это менее актуально, а для этой возрастной категории более актуально. Вот эта возрастная категория подлежит скрининговому обследованию. С начала года обследования у специалистов прошли 3000 женщин. Помимо Бобруйска здесь обслуживают жительниц пяти прилегающих районов. Как показывает практика, на тысячу исследований пять случаев заболевания. Этот аппарат имеет возможность проведения пункционной биопсии под рентген-контролем. То есть мы сможем и диагностировать, увидеть клетки, какие в опухоли, и более ранняя диагностика позволит провести и более качественно в дальнейшем лечении. Аппарат стоимостью 300 тысяч рублей закупило Министерство здравоохранения. А кабинет под особую технику подготовили за средства госполкома. Здоровья мы не купим. И важно сегодня вкладываться в систему здравоохранения, делать и открывать такие кабинеты. А главное продолжать то, что мы начали даже уже в текущем году. А это реконструкция нашей детской больницы, а это пристройка к больнице Марзона. И уверен, то, что мы запланировали уже на 2020 год, мы откроем их в те намеченные сроки и даты, которые запланировали уже. К слову, во время открытия нового кабинета мэр города Александр Студнев акцентировал, жители в полной мере должны быть осведомлены о тех медицинских услугах, которые сегодня созданы на базе учреждений здравоохранения. Для этого председатель госполкома предложил создать единый короткий номер. Но об этом мы расскажем позже. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруиск, 360.